На неделе в Москве Россия, Азербайджан и другие государства СНГ обсудили укрепление сотрудничества. Помимо России многие страны СНГ столкнулись с давлением со стороны Запада. За примером далеко ходить не надо. Франция одну за другой вводит антиазербайджанские резолюции и пытается всеми правдами и неправдами влезть в армяно-азербайджанский трек регулирования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил такое поведение некоторых западных стран. Главная причина, вам хорошо известно, по которой международная напряженность нарастает, это стремление коллективного Запада всеми правдами и неправдами сохранить свое объективное, исторически ускользающее доминирование на международной арене. Понятно, что после более чем 500 лет заказывания музыки в мире очень трудно от этой привилегии отказаться, но жизнь берет свое и объективный процесс формирования многополярного мира неизбежно завершится конкретными изменениями на международной арене. Обсудить укрепление суверенитета в Москве собрались делегации ведущих парламентских партий государств СНГ, в том числе парламентарии правящей партии Азербайджанской республики Новый Азербайджан. Последние десятилетия западные страны пытаются столкнуть лбами страны бывшего СССР. И с Украиной это получилось. Участники конференции уверены, что следующий год станет ключевым в битве за постсоветское пространство. Сейчас настало время объединиться, чтобы сказать западному влиянию нет. Страны, которые начинают бурно развиваться после долгого периода, который принято называть отсталостью, делают шаги по укреплению своего суверенитета именно на этой основе. Они отстаивают свои законные позиции в мире и делают эти шаги прежде всего на основе уважения и развития своей культурно-цивилизационной самобытности. То есть это ровно то, что Запад пытается отменить. Он хочет утвердить в современном мире то, что в свое время после исчезновения Советского Союза было названо концом истории, когда только либеральная модель государственного устройства была провозглашена единственной верной дорогой для всего человечества. И понятно, что не то, что страны отвергают западные культурные достижения, их немало, но никто не хочет жить по чужим лекалам. Все хотят уважения. Я думаю, в этом главная составляющая современного периода развития. Россия разворачивается на восток не только политически, но и экономически. Создание большого евразийского партнерства – приоритетная задача ближайших лет. Сергей Лавров перечислил ключевые проекты, которые составят материальный каркас Большой Евразии. В логике Большого Евразийского партнерства ведутся такие работы, как модернизация и увеличение пропускной способности Транссибирской Байкало-Амурской магистрали, строительство международных транспортных коридоров Север-Юг и Европы-Западная Китай, транспортно-логистической инфраструктуры Азовско-Черноморского и Каспийского регионов. Это как раз то, что может составить материальный каркас Большой Евразии. Но полноценного каркаса не получится без разблокирования транспортных коммуникаций. Это может произойти при мирном разрешении армяно-азербайджанского конфликта. Евразии нужен мир на Южном Кавказе. Азербайджанские парламентарии надеются на посредничество России. Россия сегодня основной игрок. Окончательная нормализация отношений между двумя государствами. Как было анонсировано, что ожидается еще, видимо, очередная встреча в ближайшее время, видимо, на территории России. Конечно, нам бы хотелось, чтобы скорее был заключен мирный договор на тех принципах, которые были предоставлены. Это международные принципы, мы ничего нового не придумали. И также были до конца реализованы все пункты, вытекающие из известного заявления. Вы знаете, что там еще есть пункты, которые до конца не реализованы. Этот год стал историческим в 30-летних взаимоотношениях России и Азербайджана. Союзническая декларация открыла новые горизонты сотрудничества. Это более высокая интеграция. Вы знаете, что между Россией и Азербайджаном очень тесное сотрудничество. Но этот документ еще более поднял уровень, планку наших взаимодействий по многим вопросам. И очень хорошее отношение между нашими лидерами тоже имеет очень большое значение. Вообще, между государственным отношением, отношение лидеров стран, их личное взаимоотношение имеет очень большую роль. Так что я вижу еще большую перспективу улучшения, как говорится, изближение двух наших государств. Россия и Азербайджан на своем примере показывают другим странам, что можно сотрудничать не как старший брат с младшим, а на равных. И эту концепцию, скорее всего, возьмут за основу при выстраивании экономического каркаса Большой Евразии.